Самая накаленная атмосфера на площадке, где встречаются команды-участники Кубка России по баскетболу 3х3. В Рязань приехали 24 мужских и 12 женских команд. Победительницами стали среди женщин столичные матрешки. Они выиграли женский Кубок России. У мужчин лучшими стали Warface. Две лучшие команды мужской категории получили право представлять нашу страну в престижных турнирах мирового тура 3х3. Для меня прямо отрадно видеть, что столько много баскетбола, столько много баскетбольных колец. И здесь, под Москву, и сейчас на аллее мы прошли. Поэтому спасибо, что играете в баскетбол. Спасибо, что любите мою любимую игру. Центр уличного спорта – это совместный проект администрации Рязани и правительства области. Это спортивный комплекс, где можно заниматься различными видами спорта круглый год. Почетные гости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов, президент Российской Федерации баскетбола Сергей Кириленко и глава города Сергей Карабасов осмотрели площадки, на которых будут заниматься спортсмены и поклонники здорового образа жизни. То, что построить нужно здесь, такой центр открытого спорта, как раз проголосовано было с жителями города Рязани в рамках комфортной городской среды. И мы на эту программу направляем в этом году около 300 миллионов для города Рязани и для всех наших районов. Поздравляю вас с замечательным праздником спорта. Учреждение будет работать для всех вас ежедневно с 7 утра до 11 вечера. Приходите и занимайтесь спортом. Прямо в день открытия в центре уличного спорта прошел легкоатлетический кросс, соревнования по детскому мини-футболу, настольному теннису, городошному спорту, дарсу, фигурному вождению велосипеда, воркауту, боксу, кикбоксингу, дзюдо. Свою новую площадку получил фестиваль «Железка», собравший десятки команд из разных районов области. Очень красивое, уютное даже место, я бы сказала. Замечательное покрытие, тротуары очень хорошие, удобные. Очень еще впечатлена, что подстроили, осуществили вот этот проект в Рязанской области. Хороший погод, солнце, много народу, мне нравится. Центр уличного спорта под мостом будет работать для рязанцев круглый год. Зимой здесь планируется открыть площадку для любителей хоккея. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».